Карта Гамбит против Йеллоу Субмарин. Первую легко, очень-очень легко выиграли ребята из Йеллоу Субмарин. Сейчас я немножечко тут... Да, все в порядке. Да, первую очень легко Йеллоу Субмарин выиграли. Драфты на ваших экранах. Вингадро Рейнджер, Клокрик у Гамбит. Они решили имбой попытаться, так сказать, поиграть. Ну, а Йеллоу Субмарин они по старинке Вайпера Тинни взяли. В этот раз Омника добрали себе. Интересно будет посмотреть, насколько Омник хорошо работает против Вингидровки. Появляется Тимбер, одна из сигнатурок Мелеса. И какого кэри предпочтут Йеллоу Субмарин? Субмарин берут сами в итоге. Ну, интересно, конечно. Омни Найт плюс Субмарин. Два милишника силовика против Тимберя. А простоят ли они там линию? Ну, посмотрим, посмотрим. Я, видимо, настолько уверен из себя у ребят, что да чё там, какая разница. Мы вот стратегию знаем. Если что, троечку простакали, пофармили и разобрались с ними. Что, в принципе, по первой карте непонятно, габиты там все пришли? Или вообще могут ли они сейчас прийти в нынешних реалиях? Ну да. Не, ну драфт у них хороший. У них и на первой карте, в принципе, было чем поиграть. И сейчас тоже вот эта вот Вингидровка... Очень жадная, мне кажется. Не так много нюков, если не считать от Тимбера. Ну, у них мид ещё есть, ластпик добрать. Какого-нибудь там с Веном. Ой, этого самого Зевса. Зевса, снэпфайр, лину какую-нибудь медовую, может. Чё, доберут, наверное, чё-нибудь? Чё, посмотрим. Вот это именно общая концепция. На первой карте мне казалось слишком жадное, потому что, опять же, всё было завязано на том, как у них у Штарма будут дела. Потому что если у Штарма не получается загнаться, у них никто особо там и не инициировал. Все просто фармили и ждали момента. Здесь уже упирается... Как, я даже не знаю. Наверное, в слоты Тимбера. Уже вот пока четыре героя я вижу. Потому что надо хоть кого-то плотного, кто пойдёт вперёд и выгодит с Веном стройке. Но его могут там встретить уже свайпер какой-нибудь там, с Тинни. Ну да, тоже верно. Ну, вообще, в целом, для дровки пока такая плюс-минус комфортная игра вырисовывается, как мне кажется. Есть Винга, которая спасёт свапом. Есть Тимберклокер, который фронтлейнет. Как бы, омник, который ультует, это, конечно, неприятно. Но, наверное, терпимо для дровки. Не знаю. Ну, здесь Аганим на сцене очень сильно кажется. Просто найти Драксу, даже если там будет свап, всё равно это пусто на один-два удара. В зависимости, сколько у них там слотов. Ты, кстати, когда Винга свапает Траксу, а Суэн уже выдал стану, он же за ней полетит дальше. Да-да. Надо, типа, сначала подождать, пока он застанет, а потом свап. Там цель не сбивается. Мне кажется, Суэну надо просто поднерфить скорость полёта вот эту вот в Аганиме. Я думаю, за бесконечное количество веков этого патча, я думаю, поменяет многое. Только когда? Ну, после Эпик Лиги. Ну, там то же самое про Мегу говорили, и потом ещё... Ой, не-не-не-не, они же сказали, они же уже выпускали, вот буквально неделю назад писали, что новый герой задерживается, там, мы не успели его доделать, и патч выпустим в середине декабря, и так далее, и так далее, и так далее. То есть какая вероятность того, что, может быть, опять они там что-то не успеют? Да не, они... Мне кажется, у них всё готово, просто они не хотят выпускать вот сейчас в середине Эпик Лиги. Ну, представь себе, идёт как бы, ну, всё-таки крупный турнир, и они выпускают патч просто. Вернёмся к патчу, который вышел в период Омеги и сломал игру Альянс против ЕГЭ, по-моему, где Артизи не мог реконнектнуться, и карту, которую они играли 40 плюс минут, просто аннулировали, и они играли заново. Это был патч. Я такого не помню, ну ладно. Я валялся на диване перед телеком и смотрел в прямом эфире, на студии по этому. Там Valve особо не парился, ещё все ходили и думали, неужели было сложно подождать, как бы О3 закончится, только на 10 трансляциях все видят, а извините. Ну, может быть, конечно, ты и прав. Ладно, тут у нас в ластпике Кунка Инвокер. То есть интересно. Да, интересно. Потому что я бы сказал, вот раньше Кунка прям уничтожал Инвокера в миде. А Квас Фиксово сейчас ее тоже нет. Сейчас я считаю, что КВС сильнее, просто потому что, ну, ты не можешь его пробить, ты не можешь его именно добить, ты не можешь с ним размениваться. А он тебе ману выжигает, у снэпом анимацию отменяет, ты его перефармишь, само собой. На дистанции у тебя будет больше шмоток. Но мид стоит, он тоже хорошо. Да, да. Ладно. Что, посмотрим, что из этого получится, друзья. Забудьте о тормозах на стриме и плохой картинке, ведь именно для вас Мегафон сделал ненормально быстрый интернет. Смотрите все трансляции и пиклик на ненормальных скоростях вместе с Мегафоном, самым быстрым партнером нашего турнира. Коэффициенты от полиматч на ваших экранах 3.55 на Gambit, 1.27 на Йеллу Субмарин. В принципе, особо ничего не поменялось после первой карты. Такие же были примерно кэфы после драфтов именно на прошлой игре. Вполне вероятно, что на протяжении этой карты они будут очень-очень сильно меняться в сторону, конечно же, преимущества команды Йеллу Субмарин. Хотя, кто знает, может быть, сейчас Лайнинг как начнут выигрывать Gambit и там наоборот все будет происходить. Делает вид, что не сценарий, как бы, да, не знаем, чем закончится. Стандартно, вот, вот, комментаторская особенность. Да, да, да. Тяжело не выдать себя. Да, да. Ну, я пока еще, видишь, полу-руботяга. Я пока еще вот этот. Возвращаю. Тебе еще, так сказать, развед сводки на стол не кладут, чтобы понять, да, я пока не понимаю, что происходит там. Понятно, понятно. Блин, а мне казалось, у Мелеса этот... Я тоже подумал, да. Хотя бы платиновый. Ну, да, он же, ну, часто играет. У него Марс, Спангольер и Битрайдер, по-моему, эти, Мортальные. А у тебя тракса лысая? У меня тракса в какой-то шляпе непонятной. У меня вот на портале она лысая. Ну, в это, как она... Эта шляпа похожа на распределяющую шляпу из Гарри Поттера. Такая тоже с сортом. Так, я думаю, ну, послушайте, судя по этому костюмчику сезонному, это Слизерин. Судя по этому костюмчику, ее понерфить надо, блин, в следующем плаче. Вот что. Ты, по-моему, всех хочешь понерфить. А? Всех хочешь понерфить. Не, ну, блин, ты тракса имбовая. Сейчас. Да, но... Не боюсь. Ну, как бы, знаешь, она прикольная на линию, но если ей не получается выиграть, как потом камбэкать в игру, это прям очень тяжело. Вот она была имбовая, как по мне, когда ее можно было взять в мид и по тем же том уровне инженов сюда же зафармить. Это реально казалось очень дисбалансом с точки зрения, ну, далеко не все герои могли это остановить. Просто идешь, и пока бежишь, она уже зафармила. А сейчас тебе в любом случае надо именно линию поставить хорошо. А если не получается, ты это обычный герой. У тебя нет особо там ускорения в фармату. Ну, может, ты прав. Ладно, может, ты прав. Но в первую очередь я жду нерфа Спектры и Свена. Пожалуй. Меня даже воя так сильно не раздражает, как Спектры со Свеном. В одно время в пабе было слишком много Магнусов плюс любой герой. Да и сейчас много. Но сейчас чуть-чуть люди научились против этого играть. По крайней мере, я знаю как бы правильный алгоритм игры. Если ты хорошо линии постоял, то там пацанам просто говоришь, что парни тут вышку забрать, парни тут на треугольник, пошлите в смоки, у меня Аганим там на Снепфайр или там, назови все. Ой, он, смотрите, он очень сильно пробивает, он, по-моему, хочет повторить отдачу ФБ. Потому что он так странно подставился, он подошел на идущую на него пачку, дал вейв, и просто его Тинни тоснул, и вайпер плюнул два раза, и он потерял фласку просто так, на ровном месте, причем разменяв, там, ну, танго максимум. Вообще, линия дровка венга, это всегда линия про размен ресурсами грамотный. Потому что сам по себе этот лайн, он как бы без скиллов, тут нет станов, нет нюков каких-то хороших, но тут есть минус армора, тут есть замедление. И курьер, и фласку убил, не успел ждать. Беспредел, беспредел, не контролит курьера совсем. Поэтому, если ты, ну, где-то там подставился, потерял фласку, потом как-то враг допустил ошибку, страйфанулся чуть-чуть криво, а ты его не пробил на этом моменте, то ты размен по ресурсам проигрываешь, и в конце концов у тебя дровка выкатывается в лес на четвертом левеле, вместо того, чтобы доминировать, будучи шестым уровнем на десятой минуте, там, плюс-минус, да, или там, седьмым уровнем на десятой минуте. Даже пораньше, может быть, если у тебя получилось. Так что тут самое главное, это ловить соперника на плохих стрейфах, пульчики, некоторые контрить, некоторые делать, и все будет окей. А это вам краткий гайд? Ну, вкратце, так практически на любом герое, на любой пятерке, на любой линии. Просто есть нюансы, там, каждая линия, она делает это по-своему. Ну, например, Венгар такой странный герой, она до дистанции прикольная, там, все скилы тебя усиляет тоже, аура, и рейнджера, и свап есть, но на линии, это, как бы, чуть-чуть того, чуть-чуть того, но в итоге, вот, у нас в арене сейчас может пп отдать, хоть изменялись, у нас откинули, но убегает, пытается, фарик уже съел, я думаю, умрет, да, кто-то заберет, выбирает этот раз у нас о-бэд, да, выбили, немало ресурсов, не спорю, не спорю, это уже лучше, нежели было на первой карте, но сейчас он еще... А тут Клокер приходит, Тимберу помощь не нужна в топе, Клокер постоял вместе с ним до третьего, судя по всему, надо вайперу подушить, там ботинок, светил он, так, крипа закинул нас о-бэд и разделил какой-то дэмэдж, но... А, не особый дэмэдж, это же крип. Я подумал, что он своего крипа закинул, а там крип был вражеский. Тогда не получилось. Но, как бы, идея хорошая, была бы. Но меня переиграл, да, я не понял, что там. А да, Тимберу уже в топе, особо ты ничего не сделаешь, он стоит, спокойно качается и переместиться на легкую линию, будучи Клокерком, помогать здесь, это вполне грамотное решение, тем более, тут вообще очень легкие фраги можно делать, если вот так вот выходить и Трофка будет вот расстреливать. Нужно только грамотно нападать, да, там со спины как-то из-за лесочка, чтобы враг не видел, а то коллапс вместе с обэдом будут вот так вот стоять на рейнже и когда ты покажешься, будет тебя просто заплёвывать, отзонивать. Главный плюс трексы, конечно же, над Свеном в предыдущей карте, что она имеет, во-первых, это рейнжевый герой, и второй путь вайпер, во-вторых, уни рейнжа больше, чем у самого вайпера. И вероятность того, что она может его кайтить, это, ну, большая. Вот даже сейчас сделал два удара, и вайпер не может ей ответить. Он замедляется, и там так себя перестраивается, и даёт второй удар. Они там оба уже на ботинках, и сейчас уже, конечно, куда сложнее, чем на первой карте. Хотя, про Крайз, нас прокидывает станк Саня, но в ответ получается, что будет очень много урона, и в итоге я подставился, будет ли удар, да. Ошибка. Ещё могут и вайпер забавить, вайпер это Феррик, и нет. Я сейчас почти не грамотно. Чисто вот на ошибках стрейфа этой линии выигрывается. Да, 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 причём, кстати, ошиблись-то сами, они забежали под вышку, и он получил там 3-4 ореха по DW в Террором, но это многовато, а для Тинни, в котором 0 армора. На фермотев. И я смотрю, ещё и кунки, дела шикарно, прохрикпал. И у Тимбера дела шикарно в топе. Ну вот, вот они, мальчики-гамбитики. Вампир пытается отжать баунти, но пока там ещё 10 секунд есть, может побегать. С ним винблейз, А Тинни не даст ему это сделать, мне кажется, всё равно. Он там тостнит его, или эволанч. А там Когами может, от зони, в зависимости, кто как подойдёт. Вот эту забрал, а вот уже чужую было трудно. И вайперы в лес выгоняют. Там есть таки, да, они так плохо. Миди, я слышу инициацию у нас у инвокера, но я не думаю, что пойдёт урона, тем более ещё и у меня это прилетел. Другое дело было ДТ. То есть, если осталась бы пачка, может быть, был бы шанс. Но инвокеру, чтобы пережить весь этот прокаст, хватает того, чтобы после него была рейндропа. Да даже без рейндропа, да посмотри на его хп реген под тремя квасами. Там под десятку с лишним, мне кажется. Сейчас он просто под танго, ещё и под вышку у него 11.4, если он на квасы переключается. Да, да, да. Под вышками ещё стоит. Вот, сбивает ДТ. Но вот куки неприятно. Все равно, это вот, хоть бы не самое важное, что есть ли у него мана или нет, но в любом случае, вот когда вот так тебе подходят, ещё тинем наглую. Ой, урну бы зарядить сейчас, так было бы приятно, но... Нет, нет, нет. Вышивает ловинов, дали пасочку. Возможно, она не прям нужна была, но в любом случае... Ну, лишним будет, да, лишним будет. На всякий случай. Там он просто поботлился, даже ещё у него боттл есть. Он бы там переживал. Надо таскать с собой манго против таких линий, потому что ты можешь нажать манго и просто с X-марки вернуться на базу и с боттл заполнить себе. Он бы сейчас не бегал, если бы у него было просто манго с собой. А манго против инвокера квшна, это в принципе на любом герое, это очень хорошо. Ты можешь себе дать шанс хоть какую-то магию нажать. Да, если тебе торнадо ЕМП прокастовали, что манготики юзаешь и выдаёшься по элота. Катапульта в боте, вайпер приходит, уровень 5, поизон атак в 3, лужа в 2. В принципе, есть чем пооткидываться здесь при желании. Вообще, линия Омник и Свен в итоге, я бы даже сказал, стейк очень хорошо. Я, знаешь... Хабрин Грейс скидывает у нас все вот эти вот атаки с роли дефа. И получается, Свен как бы теряет хп, но не в процентах, а просто теряет его. Как с обычного спала. Ну и плюс хп реген какой-то дополнительный получает. Для меня стало удивлением, что Свен плюс Ио могут хорошо отстоять линию против Тимбера. Я вот как-то наблюдал то ли в американском еще регионе это была возня. Увидел Тимбера против Свена Ио. Говорю, да тут вообще без шансов. Сейчас они выкатятся оттуда. А не, ничего подобного. Свен там очень хорошо пофармил, большой левел получил. То есть там как бы Тимбер тоже качался, но у Свена было прям все супер круто. Он апнул шестой, пошел там на эншентов, пофармил с виском, выиграл потом игру. О, сейчас можно тебе и Тора подставиться. У него, конечно, есть стан, но... Он очень быстрый, очень быстрый. Фейз, это же имба на этом герое. Я понимаю, что такспид круто, но если ты сено добираешься до сабли, какая разница, какой у тебя стартовый такспид. Мне вообще всегда казалось странным желание Свенов покупать саблю, когда они берут себе ПТ, МОМ, потом еще керасу какую-то делают. Да, ну это перебор. Как бы, сабля крутая, потому что сейчас надо сделать там потенциально сильвер. Ну, можно, точнее, сделать. Не то, что надо, можно. Сабли дает тебе манереген, что для Свена тоже важно, если ты берешь талант и на, опять же, не на манереген, а на силу. Просто с фейзами это, кажется, как-то логичнее, что ли. Ромхендл у нас валяется, он поднимет его, я тоже, да, ему, я свайпер оставил. Ультил на бот у нас коллапс. И сейчас уже у нее, конечно, ситуация куда хуже. Прошлая карта у него уже была в тысячи четыре, наверное, не больше здесь. А тут вот, как бы, тут, мне просто кажется, самая, самая большая проблема в большом количестве фронтлайнеров, которые есть у Гамбит, и вот эта вот комба, дровка, венга. Возможно, кунка был даже немножко лишним. То есть все-таки хочется еще какого-то, знаешь, вот, именно не жирнича, который побежит вперед, а какого-то дэмэдж-дилера хорошего, потому что кунка, он вроде бы и может хороший дамаг наносить, но для этого надо ему очень-очень круто мид отстоять и в мидгейме много сделать импакта, чтобы докупить, чтобы левел большой взять, там, корабли прокачать, ну, и может докупить, там, какую-нибудь алибарду, там, вот это вот все дело. А не солар, там, с каким-то с худом, там, или там, с бкб, там, я не знаю. Он очень хорош, что, во-первых, его сейчас здесь в меди тяжело убить, в принципе, то, что герой плотный, а, во-вторых, он очень быстро сам отпушивает пачку. То есть мы не обязательно, как-то, там, стрейфиться куда-то, кидать, там, два-три спала, два удара дал, все, хорошо. И получается, опять же, у них основная задача, это не умереть от врыва Свена под Хевель Грейсом и что у них там еще будет. И, в принципе, корабль может дать такую возможность. На, как там, на 100 хп на 50, и главное уйти, и потом, когда нет ГДС, у него в Сабмарину урон очень заметно там просядет. Так, коэффициенты, там, немножко поменялись. 2.42 на Гамбит, у Сабмарину, это как раз вот связано с тем, что 3-лайны хорошо отстояли у нас, Гамбиты, заставили Кунку нажать корабль в центре. Там, по-моему, даже он сам инициировал. Вот, кстати, как сделать Свена адекватным, а не имбовым, просто сделать ему длительность ГДС чуть-чуть поменьше. Ну, потому что его реально, ну, очень тяжело кайтить. Очень тяжело. То есть, когда у него, у него же раньше была проблема, что ГДС просто мало длился. Сколько он там был? Такое ощущение, как будто, знаешь, секунд 25. А сейчас он 40. Сделать ему хотя бы, не знаю, 35, там, секунд. Или, ну, по мере прокачки как-то, хотя на первых уровнях это же не сильно важно. Там тонкая грань, между бесполезным героем и очень имбовым. У нас это все время вот здесь и бывает, что чуть-чуть будет тронут, какое-то время попикают, а потом все, и герой исчез навсегда. Ты вспоминаешь, а вот помните, было время. Не, ну, 35 секунд на ульте Свена выглядит вполне адекватно, если честно. С учетом того, что он с агонимом летает, как Супермен. Просто вот в чем проблема Свена была раньше. Раньше на него никто не брал агоним, вот этот вот, который позволял ему летать, а все брали даггер. Ты один раз прыгнул, все, больше ты не можешь, правильно? Ты прыгнул, как бы убил, классно, не убил, плохо. Потому что второй раз прыгнуть ты не можешь, тебя какой-то урон постоянно, ну, наносится и избивается. И ГДС длится очень мало. Вот, и у тебя один шанс на атаку. А сейчас ты на этом Свене с агонимом, ты по драке летаешь 40 секунд, как сумасшедший, и всех убиваешь, всех режешь, и ничего тебе не сделать. Вот вообще ничего. Какими-то, знаешь, главная контра это Юул, который на Свена. Юул и Лотусы. Да. Ну, блин, ты замучаешься Юулить 40 секунд этого Свена. У нас выход на Тимбера в четвером, но еще с Вайпером, я думаю, убьют его. Да, с Вайпером справятся. вот, нечестно, нечестно. Нечестно? Странная механика, как-то, а там пацанам норм, что у них две урны, кстати? На Вайпере и на Илокере? Вайперу надо, ну, хотя, может и не надо. Ну, ладно, если инвокер не грейдит урну в Весель, то можно не продавать. В принципе. Просто, когда у тебя есть инвокер, который делает Весель, а ты покупаешь урну, то заряжается только один предмет. И, ну, если ты будешь заряжать свою вот эту вот урну, помойную, а инвокер свой грейженный Весель заряжать не будет, ну, нафиг ты нужен со своей урной. Помойную урну, а он это с... А он с... да, с благородным Веселем будет выходить бегать с пустым. Ну, блин, конечно. Уже спина у нас в смоках от Гамбит. Почти попадает хокшотом, там очень странно стрейпы все от Торнадо Токио, но откидывается в итоге Торнадо МП, сейчас без маны останутся два героя, дали немного... что-то дали Кунки, но расширится он непонятно, под курс на па потеряет очень много ХП, приходится отступать, сжимает Вайпера, Вайпер стоит у нас в фогах, но пока что не умирает, его пытается спилить как угодно, но выживают сейчас все герои, очень много потеряли ХП, будет ли хоть кто-то продолжать Драку, даже сюда Ксани еще ТПшнулся, маны особо немного, и... ну, как-то... план был хороший, просто вот хокшотом промазал, и в итоге контр-инициация, которая такая человенькая стороны у нас инвокера, просто маны выжиг. Ощущение, что сейчас тут Йелл Сумарин просто все умрут, если честно. Да-да, Меташшот. Клин так со спины хорошо зашли, а потом хопа, почти Кунка с Кокерком отъехал. Да-да-да, тут еще Оликох, эти отделались гамбиты, что не погиб никто, блин, у них, после таких ошибок, которые они допустили. Кунка зря застрепился настолько, потому что он шел в ПТ-клокерку, если бы он держал позиционку просто, чтобы кинуть Торрент и корабль, не обязательно через Х-Марку, там, этот долгий прокаст, потому что, когда ты ловишь героя на Х-Марку, он сразу на тебя триггерится, и избивает всеми сплами. Слушай, Ларинов-то делает Вестель на Кунке. Да, интересно, почему? Я тоже не понимаю. Я вот хотел сказать, что Торонто-Токио покупает урну на инвокере квасфиксовым, что сейчас это уже на самом деле не очень модно. Вот я замечаю огромное количество инвокеров, которые играют без... Вот ГПК вчера играл, по-моему, на инвокере урну не покупал. Тоже вот 2-0 фейзы, и там дальше выход в метеориты, там какие-то артефакты другие, аганимы там уже потихоньку начинают подходить, потому что, ну даже урна тебя немножечко все-таки сбивает с темпа. Вот на миде ты хочешь себе все-таки купить 2-0 талисмана? Ну вот хочешь, потому что на квасфиксовом инвокере маленькая атака, да, и мана реген тебе дополнительный надо, и тебе вот ну хочется. А если ты берешь 2-0 талисмана и еще, блин, и урну, а тебе еще фейзы надо взять, ну это слишком много вот промежуточного всякого мусора, ну вот хочется как-то вот этого избежать. Но здесь ты, блин, против Тибера играешь, тут как бы можно понять наличие урны, которые потом можно в Весель загридить, ну, теоретически. Я пока не вразумею. Ну, видимо, расчет на то, что просто кидать Весел когда-либо нет омника рядом, либо когда он уже нажал Хевнингрейс. Я не знаю, есть просто дефолтный билд. Так как Хевнингрейс, ну, он нажал, а там сдаст статус резистанс, ну ты типа урона больше нанесешь. Кидать Весел, Весел он другого героя просто кидать. А, все, я понял. Типа это единственное объяснение. Слушай, есть билд дефолтный через Солар. Солар или Барда, по-моему, здесь идеальный был бы билд. Да, но, с другой стороны, тоже жадно, и этот редлокер будет издеваться над ним. Нас тине подцепили, кидает его под Т2 на Хмарку. Да, даже забрать, там слишком просто даже. Откинули торнадо, но не так страшно. А с Веселом? Весел он не будет на него взрос. 10.5 мана легенд, потому что у него еще джели. Кайфует, кайфует. Другое дело, 0 сейва против Клокверка и Хмарки. Тут же все просто, вот, если ее подцепить, то оно удобно. Так же, как у меня сейчас у нас грибошка. А какая же фришная игра для дровки? Я, конечно, вижу вот этого свена огромного, но я вот все равно чувствую, что дровка тут подразвалит. Дровка хороша против свена, потому что есть возможность, если, опять же, ты просто переживаешь урыв, если у тебя это получилось, там нажался, вот именно в данной игре корабль, все, ты потом его катишь только так. Китайцы на страйк, прочекали, что у нас там Рошаня. Какое дело, побегут ли. Стрепится потихоньку у нас игроки и Йоусамарин. Нажимаются даже смоки, видели это на крипах. Встречают Гокер, встречают Гринкрас, отзонили у нас с богами, но будет ли сейчас продолжать драку и Йоусамарин, потому что поцепили уже Тинни, Айеги забрали, пытаются разминаться, нажимаются ГДС, Свен, но очень злой, бежит на Кунку, рубит его, корабль в фулдауне, будет подниматься на ХГ. Но, слушай, Кайте, откайте, какое дело сейчас у него ХП, то Свена само заканчивается, получает тоже огромнейший раз каст, но Сулсайлос натягивает, с хэграунда даже спустил, получается, с героев ХП, спаунится ДД, но, слушай, ну, мне кажется, Фейзе это имбау, такие ситуации, потому что что-то не так, подрубаешь на синюю полосочку и бежишь просто, потому что мне казалось, что Свена сейчас вафли. Да, я тоже думал, что он умрет, но они так нагло полезли на них, там же еще у дровки Айегис, допустим, мы ее один раз убили, а потом что? А потом она спавнится, тебя на Х-марку посадили и ты просто умираешь. Ладно, тут на самом-то деле Yellow Submarine пришли в драку, они поменялись четверками и в целом все на этом. То есть, там БКБшки никто у Yellow Submarine не нажал, поэтому, ну, норм. Если бы они БКБ нажали, для них эта драка была бы невыгодна, поскольку они ничего особо не сделали, а БКБ стали слабее. У Гамбита в принципе тоже, но Гамбит и Рошана собрали. То есть, такая драка получилась. Плюс-минус равная. Ты имеешь в виду, если были бы БКБ или где-то есть БКБ? Если были бы БКБ. Ну, обычно ты так расцениваешь, обычно ты так расцениваешь, ну, вот именно драку. Ты всегда смотришь на то количество героев, которых убили и их ценность. И, с другой стороны, ты смотришь на количество прожатых Black King Bar. Вот. И насколько эти Black King Bar важны? Я думаю, на основании вообще БКБ здесь не появится. Нет, здесь не появится. Не должно, во всяком случае, появиться. Смысла нет. С одной стороны, ты можешь как бы точно влететь в драку, ну, чтобы тебя X-Mark не остановила, может быть, там, EUL потенциально, если появится, или Alibarda вот появляется. Но другое дело, собрать здесь кучу резистов с Omnik'ом, это будет поприятнее в этих замедлениях, и в этих постоянных. Угу. Проще играть просто. Аганимчик, там, какую-нибудь Кирасу добрать. А вот на инвокере я бы хотел бы БКБ, на самом деле. На инвокере хотелось бы Фурстав. Ну, Фурстав тоже прикольно, с другой стороны, если ты стоишь же в БКБ, тебя, скорее всего, не расстреляют. Ну, кроме, опять же, только если тебя закрыли когами, если там идеально фокусит, но я рассчитываю на то, что на нем будет ГА. Так что, в принципе, БКБ позволит ему хотя бы выжечь точную ману у нас в Кунке. И отменять анимацию. Вот, ультимейт Дровки, он игнорирует броню, правильно? Так. Я не знаю, ты, наверное, уже понимаешь, к чему я уклоню. Ультимейт Омни Найта во второй доте, он же не такой, как в первой. В первой доте ультимейт Омни Найта давал тебе 999 армора просто. Соответственно... Во-первых, в принципе, механика армора поменялась. Ну, так я и говорю, да, что сейчас он уже другой. Это не так. То есть, это не 999 армора, это именно неуязвимость к физическому типу урона. Верно, верно. Вот, поэтому, как бы, ульт Дровки потому что там это достигалось таким искусственным путем, да, как бы не введением какого-то дополнительного параметра или переменной, а просто вот косвенным увеличением армора до предела, до насыщения, когда, ну, уже, ну, ты единицу урона получаешь, по-моему. Ну, или что-то типа того там было. Я уже не вспомнил. Пока меньше с тобой еще сколько-то игр, я уже буду больше знать первую доту. Я с этим не играл. А, ты не играл вообще? Да, я постепенно механики изучаю, что там, что там. А-а-а. Да я тоже, на самом деле, такой, как бы, игрок в первую доту. Я мало играл, наверное, там, с 6.24 по 6.32. Потом я уже в Варкрафт играл. Обычно у людей наоборот, они от Варкрафта к доте уходили, потому что, ну, типа, Варкрафт, ну, сложный был, надоедал, а они хотели пофаниться, крипочков побить. Отдохнуть, а я как-то наоборот, знаешь. Сначала с дотой познакомился, а потом уже в Варкрафт играл третий. Сначала отдохнул, получается, снова работать. Ну, да, да. Опять работать. Да, да, да. Так, ребята подходят потихоньку к Т2-вышке в боте. Она тут очень слабая. Можно быстренько забрать. Да, можно быстренько ее... А, ну, сюда уже Клопик телепортируется, Клопик... Ну, и Офорш спорю. Что именно удары останавливаются у вышки. Мне кажется, нечестно. Блин, по-моему, Метеорхаймер и так артефакт очень такой ситуативный и слабый, что... Ну, нажимается гриф, у тебя вышка слая и, опа, стрелять не может. Ха, да емба получается. Берем 5-пятер. После контриш гриф. Гроу-боу у нас выплатил со стороны Дайер. Не будет у нас халявы для Оксане. Оксане, если оно, ну, как бы, у него есть вингар в команде. И у нас уже там пассивочка замахшенная. Бегут у нас в маках. То интересно, билд у Кунки такой странный, скажу я так, чтобы цензурно подобрать. Угу. Глимер диспейлится... Глимер диспейлится при помощи Торнадо. Весель диспейлится при помощи Хэмонли Грейса. Почему нет Солара? Ты же играешь на Трак Сунингу. Случай, это твой основной демош дилер. Тоже не понимаю. Как бы, я не думаю, что Глимер, во-первых, как-то сейвит из чего-то. Да, там куча магии, но возьми, то есть снова по КП. Это интересно было. Просто вслепую. Да. А у него, а, ну у него вообще был телепорт. Два, да, просто салют зарядили. Интересно, какие овощи нашли. Там скалан-то не было. Так, вот, стрим снайперы получается. Сегодня, кстати, прочитал новость о Лиле, который, извините, пожалуйста, о Лил-Ме-Алоун. О, да, я теперь понял, о ком ты. Который там рассказывал, почему Бульдог его в стрим снайпинге обвинял. Это из-за того, что Мэджикала обвинили? Это началось заново, напомню. Не-не, Мэджикала обвинил Экскалибур, а Адмирал Бульдог обвинил Илью Кан. Да-да-да, помню. А СВ на подступили тем временем. Сейчас у нас обвиняют Едору в том, что он зафармился на вражеской тройке. И это сейчас по делу, потому что он слишком далеко стоял. И у нас уминай, ты смотри, где у нас уже. Он сразу утекал, понял, что пахнет жареным. Ну, как его поймать? Он на четвертом тимберчейне вылетает. Вылетает, и догнать его здесь невозможно. Нетворс, конечно, у Свена жесткий. Жесткий, ничего не скажешь, но я все равно в дровку верю больше. Дровка плюс венга, друзья. Имбак комбинация. Ладно, игра интересная, но что там у Люка? Ну, ложное обвинение Адмирал Бульдога в стрим-снайпинге. Или Лилми Элоун и Люка. А как он задефался? Ну, там какая-то история из разряда, что давным-давным-давно он как-то стримил и включил его, ну, стрим Бульдога на своем стриме. Да, это я помню. Вот. И... Ну, тогда Бульдог, я так понял, ему ничего не сказал. А потом, уже вот недавно буквально, Лил играл на Зевсе и все варды девардил у Бульдога. Вот. Ну, при этом он стрим его не смотрел, вроде как, я понял. И Бульдог, видимо, вспоминая вот ту ситуацию, у него, видимо, накипел. Ну, это как я понял. Это нереальная паранойя, на самом деле. Потому что, вот у меня было то же самое, когда, знаешь, вот появилась волна как бы вскрытия читов в Доте. У меня реально, вот я играл там какие-то турниры, которые, знаешь, ну, не особо там, типа, сильно призовые, ты понимаешь, что это возможно. Ты какие-то делаешь разборы, смотришь реплей с командой и хопа, по какой-то причине, там, у тебя один вард упал, второй, третий и чё-то так палевно. И ты уже не можешь понять, ну, как бы, там, он серьезно его находит или что-то здесь не так. И у тебя реально начинается паранойя. А вот, когда ты особенно хитрые варды какие-то ставишь, знаешь, такие, прям вообще, просто лайновый вард воткнул, и вот чел пришел и задевардил его сразу. Какое бывает? Иди пришел в гости, здесь смака выходит, подцепил у нас у меня на это, очень важная цепь, потому что не дадут мне нажать на одну кнопки. Свен у нас влетает, у нас на кунку, кунку свапает, нажимается га, тинни прыгает, кидает прокаст, у нас очень больно венгену, у нас остается иллюзия, так же падает кунка, вот это вот, это урон, даблкил, и коллапс делает, килинг спри, убивает, так же еще у нас получается. Дровку в гоствол, ой, точнее, в айс-вол подцепили, она не может убежать. А Игиса нет, и пики нет. Свена, у нас еще Мелиса, у него мана нет, его остановил кунснэпом, сбили анимацию, криппит подходит, и это, как это случилось? Вы же сами нападали. А, это был вопрос, на самом деле, я знаю ответ. Смотрим на кунку, вот как это случилось. Его просто дали стат, и по башке набили. Это считается, что венгай его свапкала, отдала свою жизнь, он все равно вернулся в драк, и мы все равно по башке набили. И вот вопрос, как бы, Глиммерочек, Василетчик, он куда нажмется? Он нас выкидывает венгу, попадает, у нас, так уж сказать, стрял у нас, мейна, но остается пока что иллюзия, такое дело, оно, по-моему, догорит. Трексан не получит до промежу, оно так уж точно догорит. Ну, бараки-то хочется забрать. Точно, хочется, да, забирают бараки, вместе отступить как-то, аккуратненько, но под стаффов, это очень странно, вот серьезно, мне казалось, сейчас гамбиты, более-менее, игру контролируют, и просто, ну, ладно. Просто Слен нажал ГДС, без Хэвелин Грейс, влетел в кунку, зарубил кунку, и все. Кстати говоря, Штормхаммер, диспел, энеми, с талант, который позволяет, диспелить глиммер. То есть помимо Торнадо? Малый Ларинов не знал, это будет пересматривать. Да блин, это правда как-то странновато, это глиммер... Это бляд, это реально чушь, просто видите два артефакта, он выкинул на это, окей, глиммер можно объяснить, он в принципе всегда полезный, да, можно... Ну, такой, да, интересный предмет, согласен. Весел, три тысячи, ё-моё, на что? У него счет 0-1-5, то есть он, ну, как бы в драках участвует, но драк не так много, то есть даже зайдите Весел, надо постараться. И получается, он мог купить БКБ, его уже СВН не влетает, он бежит, хотя бы точно нажмет корабль, ему... Иксмарки, корабли прожимает, да, 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 вот это все. Сейчас вот даже, играя против Тимбера, Марфа, каких-то там, против Виспа, не все вот эти вот привычные герои, нынешнего, там раньше Эмбер брал, Войд Спирит брал, Инвокер все, и Кунка все, все брали Веселе, сейчас люди поняли, что, блин, реально порой очень тяжело, то есть когда у тебя нереально высокий темп, ты с этим Веселем, да, можешь много полезного сделать, но когда темп игры средний, когда и у врага у твоего что-то есть, когда ты не можешь просто пойти и затоптать его на... на Эншентах, там где-то на лесах, ну, ты огромное количество денег выкидываешь, а потенциала фарма тебе это не дает никакого, ты не быстрее фармишь от покупки Веселя, и многие отказываются сейчас, а тут даже как бы контрить-то особо неким, некого этим Веселем, ни Вархов, ни Тимберов, нет во вражеской команде. Ты же себе Ксаня взял? Да, и Свен все-таки решил приобрести Блэкинг Бару, ты брати внимание? И Рошаа на наглую заходит, там был Форж, там был Форж Спирит, то есть в курсе об этом, ел Смей, сейчас Кпиты могут себя похоронить. Там дабл-дамедж у Кунки, странно, что Кунка именно подобрал. Там БКБ у Свена, который точно полетел, и у Нитая очень больно, Драксен, но даже если ее сейчас слапнут, то все равно ХП-то останется мало, Наскокер пытается скитать в зоне бэклайн, Тинепр проседает, но добегает Свена, у нее есть уже ГДС, просто бежит на дровку, нажимает по КП, не ждал от Оксани, свапывает у нас Свена, и Свена, кстати, может ее утрасскать в итоге. Если будет движено ХГ, летит он дальше, но нажимается в бэклайн, как Кокмерка, приходит наступать даже на Рошана, ГДС еще половина. Кидается Хэвелин Гресс, надо подождать его, улетает на Вингу, скидывается Глимер, и Винга падает. Ну, какое дело, иллюзия осталась, надо ее тоже озонить, а Кунка на X-марке, и просто, а, это дровка стала была, да, она подрегенилась, ГДС вот-вот закончится, и Блэкинг Бара нет, может быть, тут и можно как-то подраться. Да, прыгает по Т2, очень нагло, Тинберу пытается пробить, но Тинберу там еще и лот, отхуд был хоть активирован, прыгает на Кокмерка, Кокмерк будет сейчас дайв бэкаться, подцепили у нас Свена, там еще вышка есть, активная, не упала, там Глифа уже нажимали, да, Глифа нет, особо нам ничего не постреляет, и Д1 у нас Глиф не бафает. Дровка в этом тимфайте трижды нажала дайгер, просто идеально. Спаслась она, три раза нажала дайгер, прям, уже можно сказать, этот артефакт тебя окупил, как мне кажется. Другое дело, сейчас-то что делать? У вас Кокмерка нет, это ваш... Так а че, ГДСа нет, что, неужели не могут... Вот раз-то тяжело, знаешь, чего нет? Бесова заряда нет, а вот был бы, сейчас бы, разнесли. Прыгают у нас, вот, летает СВ, нажимается корабль, это уже под Эксмарку все летит, но, да, стойте, я просто промахнулся, потому что у меня Хройлен Грейс был, там, это просто... Нормально пока, все под контролем. надо Кокмерка дождаться, это очень важно, как угодно, но СВ нажимает момбу, сейчас убить, а Лакайте, там еще не такой большой экзорт, но в любом случае урона у СВена немало. И, просто стоит Гадюка, зонит, у него с собой есть Лотус, Рошан падает, еще и помог у нас стрелами получается, забегает Винга, добирает СВ на Айеги, забирает себе сыр, сейчас прилетит на Эйне, добьет его, также еще, тост, где будет свапер на Инвокера, Инвокер чезит, Тимбера. Пойдет ли дальше, непонятно, потому что, в принципе, Тимбера убить в любом случае, даже если его убить сложно будет. Блин, ну он вообще не кастует этот Метеор. Ну как по вышкам, ясно. Есть комба, для... ой-ой-ой, проблемки. А, он все поставляют, у него инвестов ку-дауне, но нет, нормально вроде бы. Хороший хук. О, там второй хук попал, как бы. Давай, еще один. Опа. Так, надо подпилить, есть там хил какой-то, есть хил. Убегает у нас инвокеру, придает хороший айс-фолл и слишком много хп, и уже не пробьют у нас. А колдснапчик есть? Долго что-то. Да, сейчас появился, можно нажать куда-то. Другое дело, будет лид раз, хп маловато. Отступают у нас сами гамбиты, и сжимаются, опять же, они на базе. Да, бесконечная драка. Вайпер телепортируется в бот, этот вампир со спины выходит. Причем близко было очень, доходит у нас хоккорка. Ну там скан был, да, просто в этом попадаешь. А как они так его нашли? Они его на варде где-то видели? Да, у них хоп стоит, видишь на ренус с потом. Забавно, забавно. Красиво получилось. Хищники просто. Есть комба на инвокере, даешь колдснап, потом торнадо, и под это уже даешь метеорит, потому что одного торнадо может не хватить, но когда чувак, в которого ты колдснап скинул, приземляется, у него еще один тик, как бы вот, колдснап срабатывает, и там как раз метеорит долетает. Но это так, тоже не очень практично, потому что долго очень, там, чувак в торнадо летает, колдснап не работает все это время. Это плохо. Вокер покупает себе салвар, вот он думает о своем коре, а кунка вроде бытует, Ему-то как раз и не обязательно было бы этот салвар покупать. У нас все равно прикольно. Вот именно так подумать, он тоже играет больше, чем с бабчиками, потому что это ходячая лакомь. Его бы никто не обвинил, если бы он купил себе аганим, например. Ну а что, СВН влетает, там с аганима, влетает, катаклизм, бам. Классно, классно. Много урона, причем свап от катаклизма не спасает, потому что, ну, как бы, да, кстати, Тебя свапнули, а там как бы другой катаклизм, собственно, влетает. Вот. Но, блин, кунке тяжело прям вот без салвара, дровку. СВН на СВНе, сейчас можно только заканчивать, если все будет сделать правильно, подцепили Траксу, есть у него следующая манта, кидается корабль, летит на обережение, Ларинов пытается ступить, его свапают, и очень больно, кстати, инвокер, инвокер себя в форсну, но влетает, СВН, Злой, БКБ еще есть, стан через 2 секунды, будет дальше чезить, но нет, у него просто на мид, видит у нас Тимбера, Тимбера отменяет у нас темперчейн, но, опять же, хороший свап у нас на Тэнни, другое дело, сам он падает, и иллюзия тоже, и почти, что с плеша у нас умирает, мид, было очень больно, пошли просто в Т4. ДТ, Аллакати, Хевелингрейс, Солар, Ужна, Фейзы, и что там еще есть, базилка, Джедис еденная, и телескоп на нем, как бы, и еще Варкрай появился. Жесть, очень много всяких бафов, тостнули Тимбер, здесь прямо под СВНа работает Лотос, никак, никак не уйти, и Тора делает очередной фраг, дровка пытается, мультишотом, там где-то со спины, отстреливаться, но ничего не работает, ничего не помогает, и вторая линия падает, Тимбер в таверне, фронтлайна нет, мощного, что делать, непонятно, Вайпер с БКБшкой, Кираса на СВНе, очень много слотов. что подцепили, какая-то очень странная позиционка там вообще получилась, я даже не понимаю, как я заказался, но, видимо, уже сдался, мысленно, скорее всего, байпэкнесса еще постреляют, я огоним, давай, давай, показывай, вот, зачем ты же фармил все вот эту вот комбинацию кнопок, поехали, опа, ать, так, дальше, кто стоит у нас, кокерка, кокерка еще промахиваются фукшотом, там уже продали его, и полетел, у нас гапша, фпс-а проседают, у нас везде вода, все, опа, корабль, тп-аут прям в драке, есть чем сбить, хорошо, вот и, реализация, не, будем честны, тут уже, ну, как бы, издеваться над огонимым, бессмысленным, потому что, 21к преимущество, чтобы кунка не купил, и чтобы он не делал, как бы превосходно не играл, эту игру уже не выиграть, там, уокеры свапнули под фонтан, угу, только есть еще БКБ у Свена, у него вот ГД, что все маны заканчивают, стамп, по-двоим, а если бы не свапнешь, и вот тебе, бам-бам-бам, гг, ну, ладно, хорошо, я как-то... Ну, не идет у гамбитов игра, ну, не идет. Я как человек, играющий на миде, и очень любящий кунку, я прям в шоке, вот, когда у тебя Афракса, и ты берешь себе Вестл, Глимер, и еще потом огоним, не БКБ, чтобы побежать вперед, и создать позиционку, и драку, как-то вообще сделать, не Солор, чтобы бафнуть своего кора, который тебе игру должен выиграть, то есть, ты просто собираешь какие-то рандомные шмотки, будто гайд перепутал, и просто отберешь что-то такое. Неопытный кунка, раз, бронзовый уровень, не идет игра у гамбит, это два, просто не их, вот, дни сейчас какие-то, знаешь, не получается, не клеится игра. Такое бывает, такое бывает, да, такое бывает. Как и ожидалось, Yellow Submarine достаточно легко со своим соперником расправляются, ну, можно сказать, и прощаются, да. Значит, у нас будет еще одна серия, это Spider Peaks против Siberium, Siberium наши ребята, опять-таки, если я ничего не перепутал там по расписанию, вот, игра должна будет начаться где-то, ну, в течение, может быть, минут 10-15, вот, там Follow By, что, кого? Follow By, да, у них? Ну, да, да, там Follow By, в отличие от первого дивизиона, в первом дивизионе не Follow By, там все для команды, для их удобства, вот, а во втором дивизионе, ну, если ты недостаточно скилл, ну, терпи, недостаточно хорош, будь готов. Второй дивизион для нас, понимаете? Да, 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 ну, а мы прежде, чем уйти на небольшую рекламную паузу, напомним нашим зрителям о бонусе от наших партнеров по рематч, который вы можете найти, кликнув на баннер под стрим, вот, ну, и, собственно, что, увидимся через минут 15, там начнется драфт, мы с Бобрухой ворвемся, и вместе с вами посмотрим эту серию, не скучайте. Далеко не убегайте. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok